Здравствуйте! И с постом приятным! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы отправились в гости в прекрасную священническую многодетную семью и отправились не просто так. Дело в том, что с наступлением Великого Поста к нам приходят однотипные вопросы о том, как же выстроить детский пост. И если раньше мы давали советы, как сделать этот процесс правильно, то сегодня хотим поговорить о практической стране, в том числе и о тех проблемах, с которыми сталкиваются в этом вопросе обыкновенные семьи. И мы очень рады, что наши сегодняшние участники передачи согласились поделиться своим личным семейным опытом. Добро пожаловать в гости! В семье Ковальчук соблюдать пост значит готовиться к чуду, к светлой Пасхе. Отец семейства, священник Андрей Ковальчук задает тон, матушка Анна поддерживает его каждодневно во всем. Младшие дети вторят родителям, а старшие сами ищут ответы на вопросы, нужен ли им пост и если нужен, то зачем? Все в этой жизни и что это из чего-то следует. То есть воскресенье, то есть соответственно была и смерть. Пасха, значит, была и распятие. И то есть если мы будем праздновать только хорошее, это ну как бы будет так, ну приторно и ненатурально. Да, мы готовимся к торжественному празднику, Пасхи. К нему по-любому надо подготовиться, к чему-то светлому надо всегда какие-то испытания преодолеть. А причем испытания это не очень сложные, потому что ну не есть мясо, воздержаться от чего-то это не прямо уж таки тяжело. То есть для человека это вполне посильно. Каждый должен в душе понимать про себя, что пост нужен. Что, ну это, ты как бы не просто формально не есть там мясо или чего-то не бить. Пост заключается не только в этом. Он еще важен, скажем, вот в душе. Главное ощущать в душе, что пост это готова подготовка к, ну, к Пасхе, в общем-то. Ну не только к Пасхе, есть и другие праздники. То есть главное это ощущать в душе, понимать, что ты делаешь это не просто так, по принуждению, а делаешь это ради Христа, ради святых и ради праздника. Пост довольно длинный, и после поста идет большой праздник светлый, это Пасха. Так вот, если сравнить, возьмем праздник, день рождения, мы же всегда к нему готовимся. И морально, и физически. И также надо готовиться и к Пасхе. Потому что Пасха — это такой большой праздник, который, ну, нельзя не подготовиться к нему. Потому что если каждый день мы будем проводить там, как праздничное, и мясо есть, и смеяться, и танцевать, то мы не почувствуем такого праздника, какой он должен быть. Надо всегда готовиться. И вот пост — это тот период, когда мы готовимся к этому празднику. Мы сдерживаем себя, мы знаем, что дальше будет такой светлый праздник, который вот просто душа будет ликовать. Вот. И я считаю, что, конечно, поститься надо. И вот с моего возраста, вот с 11 лет, с 10, мне уже как бы практически нету послабнений. Вот. И я как бы, я внутренне не понимаю, что я пощусь и что это надо. И как бы я не хочу вот противостоять этому потоку, который должен происходить. И вот, если честно, то я люблю как-то вот сдерживать, подготавливаться именно к празднику из-за того, что после того, как ты вот это сделал, всегда будет как-то радостно. Всегда ощущения эмоций будут лучше, чем вот если, как я уже сказала, просто каждый день проводить в таком состоянии полупраздничном. Разговор с детьми о важности поста — тема сложная. Но достаточно помнить, что личные примеры, доверительные беседы бесплодными не останутся. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что жизнь человека, любого, она состоит из разных этапов. Потому что человек взрослеет, какая-то зрелость приходит, способность что-то понять. И Господь по мере вот этого взросления человеческого и, конечно, по мере усилия духовного, Он человеку тоже многое открывает. И вот что касается детей, мы знаем, что они большей частью, ну, как сказать, повторюшки-хрюшки, да, как говорят. И поэтому очень многое здесь зависит именно от конкретного семейного уклада. Вот когда в семье это естественно, что вот среда-пятница, например, да, вот, или какой-то пост, то дети, они, в принципе, до подросткового возраста, ну, у кого-то раньше, у кого-то позже, они это воспринимают спокойно, да. Вот, они видят, что в семье вот так принято и принято, да. Вот, другое дело, когда если есть общение с какими-то сверстниками, которые, например, ну, вот, придерживаются других каких-то пищевых интересов, да, вот здесь, конечно, может быть влияние различное. Поэтому мне кажется, что детей вот где-то лет до семи, в принципе, такого строгого, конечно, поста мы от них не можем требовать, да, потому что, естественно, что у них организм растет, формируется, да, вот. Но здесь мы должны больше их приучать к какому-то уже постепенному управлению собой, да. Будь то воздержание, там, например, от каких-то развлечений, да, вот, помощь родителям по дому, да. Иногда для ребенка целый подвиг помочь родителям дома, вот, ту же уборку сделать, да, вот, чем не съесть чего-то, например, вот такого. Потому что у нас сейчас вот современный мир, в силу того, что много цифровой информации появилось, да, у нас возник такой культ именно пищевого поста. А если мы вспомним вот святоотеческие изречения, то вот Пимен Великий говорил, что мы с вами не тело убийцы, а страста убийцы, да. И вот именно главная трудность заключается в том, на мой взгляд, что, особенно подросткам, очень трудно вот это объяснить и понять, вот эту тонкую область страстей, да. Потому что подросток, он находится в определенном таком состоянии, вот, когда у него и рост активный идет, да, и вот эти такие страсти в нем начинают проявляться, что здесь многое зависит от такой тонкости родителей, да. Их примера, их вот какого-то живого такого слова, чтобы вот эта область в них как-то входила, да. И они стали понимать, что пост на самом деле, он имеет более глубокое значение. Что вот пищевой пост для них это больше как тренировка некая такая, да. А что на следующем этапе им предстоит уже соприкоснуться с более сложным постом, который напрямую связан с действием страстей в человеке, да. Потому что вообще, вот, святые отцы, они же опытно прошли этот путь. И поэтому у них изложена целая система вообще осмысления, что такое, кто такой человек, вот, его телесная составляющая, его духовная составляющая, как это все взаимосвязано, да. Что все страсти имеют тоже определенную взаимосвязь, в определенных условиях действуют, да. Вот. Поэтому вот эта вся система, она, естественно, сложная. И вот общаясь со многими даже взрослыми людьми, я убедился, что не каждому взрослому удается вот так легко постичь это, да, и понять. Вот. Поэтому, естественно, что нам важно, вот, как можно чаще беседовать с нашими детьми. В более раннем возрасте искать какие-то образы вот такие, ну, вот, какого-то такого плана, чтобы им было, ну, легче воспринять. А уже, конечно, когда ребенок старше становится, мы уже можем ему попытаться объяснить, как вот, например, нарушение воздержания может запустить в человеке какую-то страсть или раздражение, да, или гнев, или нетерпение. И как потом сам человек начинает страдать. Что вот, допустим, в нем возникает раздражение какое-то, да, тот, на кого он раздражается, может быть и спокоен, а сам человек, вот он все потерял мир, да, у него нет в душе вот этого покоя, его это раздражение просто изматывает, да. И в этом и состоит главная задача, на мой взгляд, вот, ну, любой верующей семьи, чтобы вот к этим смыслам постепенно ребенка готовить, как бы подводить. И иногда некоторые делают так, что, допустим, собираются за столом, когда ужинать или обедать, то кто-то из родителей аккуратненько вот какое-то высказывание детям произносит, да, светоотеческое или какое-то мудрое, или просто вот какое-то, может быть, житейское, да, и аккуратненько спрашивают, ну, вот, а как вы думаете, о чем это речь идет, да, что вот здесь автор хочет сказать. И это очень хороший такой пример, потому что, когда мы не от себя просто говорим, как от родителей, да, потому что иногда дети, они начинают так, вы понимаете, относиться к родительскому слову без авторитета, да, а именно надо на кого-то всегда сослаться, в третьем лице сказать. И, как показывает опыт, тогда уже ребенок невольно задумается, да, интересно, что ж это такое, а что будет значить, да, быть страста убийцей, а не тело убийцы, да, и уже у ребенка появится вот такая мысль, он задумается, да, вот. Поэтому это, конечно, такая сфера непростая, очень здесь индивидуальности много в каждой семье, да, но в любом случае искать нужно эти формы и методы, да, размышлять нужно, и вообще стараться вот больше с детьми как-то эти темы именно не на примитивном уровне обсуждать, а всегда вот, чтобы была какая-то планка, которой бы хорошо им было тянуться. Для супруги отца Андрея Анны детский пост – это не только материнский опыт, но еще и личные теплые воспоминания из своего собственного детства. Пост – это было, прежде всего, ну, в детском моем понимании, это было ожидание праздника. Это было вступление в какую-то вот другую такую вот реальность немножечко, да, и от этого было радостно, что вот что-то поменялось, что скоро вот будет праздник. Хотя те годы, вот 90-е годы, мое детство пришлось, было довольно тяжело, мы очень так скромно жили, и не было возможности, как сейчас, такой продуктовой доступности в том числе. Вот, поэтому я думаю, что моим родителям было сложно. Вот, но я очень хорошо помню свое вот осознание поста, которое лично ко мне пришло именно в ситуации, когда у меня был выбор, и не было никакого сверху такого руководящего, да, контролирующего начала. А это именно произошло в школе, ближе к старшим классам, когда я вот задумалась, что ведь я же могу не есть непостную скоромную пищу. Вот, и это такой вот момент, который мне запомнился, наверное, такой вот именно осознанного подхода к посту. Вот, а так мы, да, всегда постились, запомнились особые блюда поста. Вот, из детства, которые я часто повторяю в своей семье. Например, тушеные овощи со свеклой, и иногда и с горохом. Это было очень сытно. Вот, а потом мама моя в посту очень много пекла. И я тоже замечаю, что я тоже очень много пеку, потому что дети хотят, конечно, есть это все. Вот, это такая согревающая такая пища. Вот, пирожки с капустой, с картошкой, пироги с яблоками. У нас как-то традиционно заготовки мы делаем на зиму, то есть сушеные яблоки. Самая дорогая заготовка – это сушеные грибы. Вот, сушеные, маринованные, соленые грибы. Вот, у нас дача в Новгородской области. Мы всегда как-то… Это не естся сразу, это лежит на пост. Бабушка и дедушка, матушки Анны, родители, живущие сейчас по соседству, все были воспитаны в вере. При этом православная традиция, передаваемая из поколения в поколение, не прерывалась никогда. Редкий случай для нашей страны, пережившей 70 лет безбожия. Мне повезло родиться в православной семье, которая, в общем-то, в традиции смогла взять с троллинационных времен. Вот, поэтому, конечно, пост всегда соблюдался. Вот, это как бы даже не обсуждалось. В общем-то, все дети понимали, что такое пост, что необходимое ограничение. У нас всегда был абсолютный запрет на мясо и мясные продукты. Вот. У нас были послабления на молоко, молочные продукты, ну и иногда по воскресеньям у нас была рыба. Вот, по крайней мере, пока были ребята маленькие. Когда они стали немножко постарше уже, как бы, то мы одно время, мы старались, ну, особенно тут 90-е годы, конечно, были голодные, поэтому мы постились, наверное, более строго. Более строго. Вот, но всегда старались иметь в виду, что все-таки пост, это прежде всего, как бы, ограничение в плане духовном. Вот. Ограничение в плане пищевого, как бы, поста, это не главное. Главное все-таки это более спокойно себя держать, так сказать. Ну, вот, если это, когда они были маленькие, что всегда слушаться, родители, вот, друг с другом не спорить, не конфликтовать. Вот. Вот это вот ставилось, прежде чем, по главу было. Воздержание – навык, который современная жизнь пытается полностью вытеснить из сознания людей. И дети, не умеющие себя ограничивать, оказываются в крайне уязвимой позиции. Слово «воздержание» нужно возвращать в их лексикон, а само понятие прививать подрастающему поколению. Я думаю, это самое главное. Это самое главное, чтобы дети умели и понимали смысл ограничения, да, вот, это очень важно, потому что в наших условиях, особенно вот в сегодняшней нашей жизни, когда все построено только на развлечениях и удовольствиях, это очень важно, адхи важно вот в любой семье. Пост это про что? Это воздержание, да? А воздержание это про что? Это осознанность. Ведь что сейчас мир нам диктует? Не думай! Главное, купи, съешь, развлекись, беги, бери от жизни все, скорее, все. Понимаете, и дети, они, да и взрослые многие, они вот так вот живут совершенно, пока вот, ну как у нас вот жареный петух не клюнет, да, вот они там задумываются, что как, оглянуться вокруг, да, посмотреть. Вот. У нас вообще нет понятия воздержания, зачем это вообще нужно, а это внутренняя дисциплина, а это сила воли, это умение противостоять миру. Вообще, в какой-то иногда очень часто нужна какая-то внутренняя сила, даже внутренняя дерзость, где-то противопоставить себя этому миру, который иначе просто поглотит целиком, да, и душу, вот, прежде всего. Вот, я думаю, что прежде всего вот в этом, вот это очень хорошо формируется именно постом. Без навыков воздержания невозможна жизнь зрелого человека. Учиться самоограничению нужно с детства, и понимают это не только родители, но и сами дети. Ну, нужно воздерживаться даже от чего-то нибудь хорошего. Все равно надо воздерживаться, как говорится, хорошего понемножку. А сила воли, это, конечно же, очень важная вещь, надо ее везде развивать, и в спорте, и в жизни, и в отношениях с людьми, и нельзя ее как-то, ну, нельзя ей давать выскакивать наружу, скажем, какие-нибудь сплески. Нельзя этого допускать, надо обязательно не поддаваться искушениям, учиться. Ну, как развиваться, как спортсмены развиваются. Постепенно вот так вот тоже надо развивать силу воли. Ну, скажем, если ты раньше кричал на кого-нибудь, если он что-нибудь неправильно сделал, то попробуй востержись, скажи, что он неправильно сделал, и да, тебе Господь все вернет, тогда тебе само будет лучше от этого. Важности пищевых ограничений для детей все меньше придают значение даже многие верующие семьи, и напрасно уважительное отношение к еде, хотя бы временный добровольный отказ от изобилия важный элемент воспитания. И если мы обратимся к Евангелии, то многие не задумываются об вот этом известном эпизоде, когда Господь, видя, что люди устали и хотят кушать, Он повелел апостолам всех рассадить и ту пищу, которая была в малом количестве, взял, благословил и раздал им, да? Вот все обычно обращают внимание, вот как здорово, вот Он умножил пищу, все, да? Но мало кто задумывается, почему Он приказал сохранить остатки в карабах, да? А дело в том, что вот Он показал этим, что пища это не просто вот какой-то химический состав, а это дар Божий, который, если принимается с благословением, то несет совершенно другие смыслы для человека, да? Нежели когда это просто воспринимается как биомасса какая-то, которую мы просто должны съесть и все, да? и обо всем забыть на свете. Конечно, посту место не только на кухне, он входит во все стороны жизни, если мы ему следуем и ведем за собой детей. А делать это можно с умом и фантазией. Помимо того, что у нас постная кухня начинается, мы вот делаем, например, постный календарь и на Рождество, это больше похоже на адвент, календарь знаменитый, и в Великий Пост мы делаем календарь Великого Поста. Вот он, мы его делаем обычно большим, даты там все прописываем, обозначаем все важные праздники. И в начале поста он у нас такой как бы пустоватый такой вот календарь, там просто числа, даты поставлены, все. Но мы вырезаем фигурки, либо из фотографии нашу семью вырезаем, и по идее эта фигурка у нас каждый день она продвигается потихоньку к Пасхе. Во-вторых, мы ищем какие-то цитаты из Священного Писания святых отцов, которые нам отзываются, которые нам важны. Вот, например, в этот Великий Пост мы уже повесили цитату, что любовь не раздражается. И постепенно мы заполняем свой календарь, вот это прикрепляем. Дети могут рисовать какие-то маленькие рисуночки. Вот, например, у нас уже украсили Благовещение голубочками. У нас уже прилетел жаворонок, который ждет сорока мучеников. Дети знают, что вот мама будет печь эти булочки, вот этих птичек. Вот, они могут нарисовать там еще лилии, могут вербочки к вербному нарисовать. Ну, что они захотят, и это все будет прикреплено на календаре. Таким образом, к Пасхе наш календарь обрастет вот таким вот, как вот, такой будет красивый. То есть он, весь пост будет жить вместе с нами. Не то, что вот мы его там повесили на стенку и как бы забыли. Мы еще в пост стараемся больше уделять время все-таки чтению Библии на их понятном языке, защищенному писанию. У нас нет в пост мультиков. Ну, почти нет. Если есть, то это либо учебные видео какие-то, либо вот еще хорошая серия «Жития святых». Мульткалендарь очень любит смотреть. Я всегда стараюсь, чтобы показать детям пост с его радостной стороны. Потому что радость это, конечно, самое главное. В Великом посту у нас всегда появляются жаворонки на 40 мучеников. У нас пекутся крестики на крестопоклоне недели. Если мы ходим на канон Андрея Крискова, на его маленький кусочек, то мы как-то подготовимся к этому. Мы послушаем накануне, там на ночь того же Никифорова-Волгина, Шмелева. Вот там есть моменты, где он об этом вспоминает. Вот. И я постараюсь это сделать так, чтобы дети поняли, услышали, что церковь хочет им сказать, осознали. Услышали эти напевы, которые повторяются из года в год и которые помогают ребенку ощутить себя вот частью, нам всем помогают ощутить себя частью чего-то очень большого и важного в нашей церкви. Детский пост может и должен быть не в тягость, а в радость. Посильный труд души ради Бога уже радость. А впереди еще большее. Воскресение Христова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова